В нас попала кассетная бомба. Она не разнесла полностью дом, она проломила большую часть и осталась в квартире наших соседей. 24 февраля 2022 года Россия начала агрессивную войну против Украины. Каждый день в Украине гибнут невинные люди, разрушаются города и целые семьи. Миллионы людей, в основном женщины, дети и старики, вынуждены покидать свои дома и бежать, чтобы спастись от войны. За первые 24 часа войны в Молдову въехало более 20 тысяч украинских граждан. Они образовывали огромные очереди на границе, где их встречали молдавские волонтеры, предлагавшие им еду и горячий чай. Я не знаю, что делать. Просто убежала, чтобы спасти жизнь ребенку, чтобы он остался живой. Он еще ничего не видел. Он нибудь 10 лет. Он просыпается и спрашивает во сне. Мама, я завтра проснусь? Точно? Там опять гремело? Там опять взрывалось? Что ему должна сказать? Я не знаю. Больше всего сейчас хочется выжигать. Это город, в котором мои родители живут. Мы-то всегда гуляли с друзьями, когда солнце было. Погулять хочется. Мои подружки там. Ты сидишь. Некоторые беженцы нашли крышу над головой в молдавских центрах по размещению. Но большинство украинцев, бежавших от войны, поселили у себя молдавские семьи. В Харькове очень много мирных жителей погибло. Вот прям люди вот на дорогах лежат просто возле своего дома на дороге. Этот прием, это, ну просто, вы понимаете, огромная благодарность. Как братья и сестры. Вашей стране. Да, ну, я иерогизм еще. Да, не пить, как мы с этим молоком. Че, я говорю, купи не путь. Потому что ты и куночь ваш не волны стать, будем ли помнить. В 2022 году Россия начала полномасштабную войну в Украине. Но оккупация украинских территорий началась еще в 2014 году. В результате часть населения неоднократно была вынуждена побежать от войны, которая продолжает идти за ними по пятам. Я не хотела уезжать до последнего. Много же на меня подписано людей, которые вот такие же, как я. Из Луганска, из Донецка, переехали в Харьков, Киев, Буча, Ирпин. Они говорят, класс. Говорят, куда, как отписаться от этого спасения, уже просто нет сил. В какой-то момент они просто начали лупить по жилым домам везде. Просто по всему городу. Мне до сих пор не верится, что я здесь. Мне до сих пор не верится, что все осталось там. Некоторые украинцы лишь проездом побывали в нашей стране. Другие обосновались здесь, открыли бизнес и изучают румынский язык. Когда мы поехали записываться на курсы массажистов, нас записали на курсы румынского языка. И мы учили румынский язык почти пять месяцев онлайн. А Евсунт Людмила Стасинец. Евсунт День Украина. Евсунт Людмила Стасинец. В району Стасинец. Тысячи украинских граждан устроились на работу как через центр занятости, так и через частные компании. Более 2300 украинских детей со статусом беженцев в настоящее время обучаются в дошкольных и школьных учебных заведениях Молдовы. Более 300 украинских студентов учатся в высших учебных заведениях, имея временную защиту или статус иностранного студента. Пока одни украинцы восстанавливают свою жизнь за границей, другие возвращаются домой либо на постоянное место жительства, либо чтобы повидать своих близких, оставшихся в Украине. Это стало возможным, в том числе благодаря возобновлению железнодорожного сообщения между Кишиневом и Киевом 6 ноября 2022 года. Нінин Тато, партнер мій Андрій, він пішов у військ, вступив до лав Збройних сил України. Так, твій тато. І я зрозуміла, що я не можу просто сидіти з дитиною, бо у Нінин епілепсія, у мене діабет. І тоді дуже були великі черги до аптек, складно було дістати ліки. І зараз ми приїздили, Андрій мав Нінин Тато, мав 10 днів вихідних, і ми нарешті зустрілися через майже рік. Хоча до того ми не розвучалися взагалі. А ми 10 років, більше як 10 років вже разом. Ах, тяжко, тяжко. Некоторі українці бігут від війни, спаса не тільки свої життя, але й життя своїх четвероногих друзів, котрих вони когда-то спасли з вулиці. Я не планирую оставатися навсегда в Молдові. Моя родина зараз там. Якщо мені буде куди возвращатися, якщо хоч як-то вистоє мій дом, я повернусь в свій дом, я повернусь в Харків. Ми жили тихонько, їли борщ, їли своє сало. Ми никого не трогали. Мені спасла Молдова. А ті, хто прийшов мені спасати, вони хотіли мені унічтожити. А Молдова мені спасла. Некоторим вже нікуди возвращаться. Це вже не просто ад, це вже какой-то ужасний ад. Адський ад. Іх родной город практично унічтожен. Уміряти на той момент було більше реальніше, ніжи вижити. Це правда. Хто потім буде читати людей, які погибли? Хто потім буде ідентифіцировати їх? Це просто одна можлива можлива. Це руини страшні. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!